Доброе утро, ранние. Доброе утро, я думал, все спят и нифига не спят, 20 марта, думаю, сейчас проснусь пораньше, так, точки, страна, начало, Россия. Сейчас проснемся пораньше, обманю всех, рваню, фига, вон движняк уже идет, это я так, все спят, в основном, увидел, что машинка едет, думаю, дай спрошу по рации, что там на Урале, говорит, все хорошо, движение идет. Сверху что-то сыпется, у нас, конечно, непонятно, то ли дождь со снегом, то ли снег с дождем, такое мелковатое, но я так думаю, что там вода, все это дело уже разбили. Короче, попробуем сейчас всех обмануть, главное не обмануть самого себя. Поедем, попробуем проскочить Урал, пока народ отдыхает. Пожалуйста, преследуйте по выделенному маршруту. Пока люди спят, мы сейчас попробуем прошмыгнуть. Тут другая задача, тут надо как-то выехать, Делка рядом стоит. Тут вот этого маленького поставили, я не знаю, хватит ли мне выворота. Сейчас надо попытаться ее сорвать и вот так вот радио взять, чтобы Делка не зацепить, ну и человека не будить. Не знаю, сейчас попробуем, что из этого получится. Главное ее сорвать сейчас, вроде как с горочки. Так, отлично пошла. Нифига я не выверну, наверное. Придется мне этого товарища бурзить. Попробую назад, если пойдет. Побольше радиус. Чтобы взять. Хотя я, наверное, выйду. Выхожу, выхожу. Все красиво. Вышел. И здесь вышел. Ну, норм. Поехали, посмотрим, правильно мы вчера поступили, неправильно. Я думаю, что правильно. Ну, однозначно правильно. Народ там висел уже. Ехать туда полночи там висеть. Потом ждать, пока все поедут. В этой толпе потом толкаться. Ни то, ни сё. Так мы легли, вот выспались. Куда? Давай, Камила, мы, наверное, здесь с тобой будем ехать, а не стоять. Нормально идёт. Вообще, чётко. Всё красиво. Я так и гугл загуглил, посмотрел. Вчера гугл вечером как стал, гуглил, там всё красное было. Да мясо и дальше. Маспад 1800. Что угадать? Что думать? Сейчас увидим. Но, как-то я помню, говорю, мы тоже как-то раз с товарищем Урал брали. Тоже сникопат, сникопатище. Вообще не видно ничего. Я уже рассказывал. И мы вот весь Урал с ним вдвоём. Никого нету, все спят. Нам никто не мешает. И, в общем-то, мы его взяли. И на последнем подъёме в 7 часов в 6 утра, наверное, было. Выехал там один. Гозон. И посадил меня на этом подъёме. Ну, прямо передо мной выскочил всё. И я не смог обогнать. И, получается, сел. И пришлось этот подъём вытапливать до верха. Ну, и осмотрится, вон, видите, тоже народ. Но ещё в повороте поверните направо. Ещё как тут, федералка. Поверните, поверните направо. Нет, федералка не мокрая. Я думал, она будет мокрая здесь. Ну, не мокрая. Проедите 1,8 километра. Поехали. Хлянем. Это что за таке в 5 утра. Урал пройти. В любом случае, ехать-то нам нужно. Сейчас вот и начнётся. Сейчас вот двойная закончится. Чебаркульская. Обход Чебаркуля. Всё. Полезем в горы. Доклад номер 1. Мясовский. Мясовскую гору. Горой, конечно, сложно назвать. Так, подъёмчик. Прошли на ура. Даже ни разу не где СРК не сработало. Вот это все. Вот стоят и это все. Тут-туда. Прилипали. Чего тут поприлипали? Как таково-то и подъёмов-то нет. Сейчас дальше там. Златоусту. Там-да, там будет повеселее. Пазара нет. А здесь? Ну вот, я думаю, да, вот все вот это вот парни, вот это вот все что стоят. Это все блюнули на это дело и стали спать. Едем дальше. Златоуст тут вот веселее должно быть. Поинтересней. Снежочек продолжается. Златоуст 45. Там уже гора посерьезнее. Это на Европе-Азии. Видите, как он сметёт. Видно, что там на подъёмчике КДМ-ки работают. Воды нет. Минус 4. Я думаю, тут будет вода. Но воды нет. Ну, в днём будет вода. В днём это всё дело растопчут. Машины пойдут. Здесь будет вода. Я так думаю. А как оно будет, не знаю. Вот первая гора с расширением. Крутая. Уже скорость упала до 50. Но идёт. АСР-ка не срабатывает. То есть, подымает. Просто что садится из-за веса. Шлифовать. Пут-вут-бу пока не шлифует. Но видно, что она отсыпана. Она мокрая. Она присыпанная сверху снежком. Но она мокрая. Всё. Залез, даже ни разу не сработало. Красиво зашли. Самому уж понравилось. Валим дальше. Не знаю, будет вам что видно или нет. Но вот начался этот крутой подъём. Пятикилометровый. Его по Азии. Здесь как бы вверх две полосы. Пока идём тоже всё хорошо. Сейчас начнём уже в коллег упираться. И сами садимся. Но идёт. Идёт, не шлифует. Сейчас посмотрим, как она будет сочувствовать во второй полосе. Нужно ещё. Идёт, идёт, идёт. Хорошо идёт. Правда, вторая полоса. Просто которая на спуск, она не распита до конца. И получается, часть идёт по нашей полосе. По нашей, по второй. Спрыгиваем отсюда. Вообще всё красиво. Вообще всё чётко. Ой, так бы всё время ехать. Доклад номер два. Златоуст наш. Респект дорожникам. Дорога мокрая. Всё отсыпано. Практически никто пока не мешает ехать. Вот, даже пацанам златоустовским не спится. Ну да. Су-тридца. Тут операция нюх-нюх. Суббота, 6 утра. Это святое. А, тут коллега, за которым мы на эту крайнюю горку медленно подымались, решил вздремнуть. Правильно. 53 минуты. Заняло времени. Вот щебракуля. Вот сюда. Едем дальше. Что тут осталось? Осталась Садка, Юрю Зань. И Сим. И всё. И на этом весь Урал. Уральский хребет на этом заканчивается. Спуск здесь хороший. С той стороны подъём хороший. С этой стороны получается очень хороший спуск. Бензов канализка распускаешься. Первый. Принял. Короче, братан, колодками здесь. Запад стоит. Так, для информации. Видно, сказать не может что-то с рацией. Ну, показал, что он это, как это, что он в канале, в эфире всё слышал. Едут. Такой запад колодок стоит, что просто вот горят у него колодки. Надо сказать. Доклад номер 3. Садка наша. И даже начинается рассвет. Потихонечку светает. И в Рязани уже будет светло. Когда-то вот здесь, вот на этой вот стоянке с правой стороны, полтора суток пришлось прожить. Сомска ехал. О, тут прямо на въезде какой-то студентой постоянно. Загородил въезд, всё, больше въезд запрещен. Тоже мило-мило-мило-мило-мило-мило. Сюда приехали. И нам сказали, что дальше ехать нельзя. И утром всё, утром засекать. И стояли, в общем, не пускали. Мы тут, получается, вот вечер. Вечером встал. Ночь, день, ночь. На следующий день поехали. Пензенский, мой коллега, решил свернуть. И он лихо шёл, лихо. Хотя колодками запах шёл от него, но он летел вообще чётко. Доклад номер четыре. Спуск в Юрюзане. Снега нет, но он был. Дорога мокрой и не скользкий. Народ уже просыпается. Движение увеличивается. Всё обычно сказать. Всё красиво, всё хорошо. Сейчас там вот здесь спуститься. Потом вот там подняться. Туда-сюда. Кропачёво, а там уже и Сим. Два часа ровно. Два часа одна минута. Сюда заняло. Вот когда надо Урал проходить. Рано-рано утром. Четыре утра в пять. Основная масса коллег спит в это время. Ты катишь, катишь себе свободно. Даже если вот как и снежочек там туда-сюда. Если никто не подсаживает, то этих и горок-то особо не замечаешь. Не, ну, с двадцатка ты их чувствуешь, конечно. То, что скорость падает. Ну, в плане того, что можно немножко сманеврировать там левее, правее. Там если где-то шлифануло, где-то накатали колею. Чуть левее взял там навстречку, чуть правее. Когда сплошной поток валит, ты же так не сделаешь. Ну, а у нас все мокро. Все грязно. Юрязань, она вот. Тут на уши вот. Сельга, река. Затем поворотом. И можно сказать, что мы уже... Ну, возле Юрязани, короче, будем ехать. Она же в стороне у нас остается. Все тут насыпано. Смотрите, сколько. Днем тут вообще вода будет сплошная. Все растает. Минус три, мороза нет. Вроде так вот я смотрел. По прогнозу с 7 утра должен снег включаться здесь. Пока нет. Время 7. Все. Вот и Юрязань. Поворот на нее там вот. Чуть-чуть внизу. Видите, вот уже колонна уже собирается. Уже потихоньку. Светает. И уже какой светает. Уже расцвело. Все, люди выезжают. Торбайтон. Там уже чуть-чуть осталось. А там все вниз, вниз, вниз. И на этом хребет Туральский будет взят. Здесь в Юрязани нет. Операции не внюх. Наверное, пересметка как раз. 7 часов. Местный гайцов пересметка. Завтра сначала. И Рязань у нас вот там. Сам город. И одноименная река. Ну, а сейчас у нас довольно-таки приличный километров. 5-6, наверное, будет. Ну, может, меньше. Ну, в этом районе подъемчик. 7,53. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Да и ночью здесь было. Походу, довольно весело. Накат такой хороший. здесь хуже дорога чем вот было да вот отсюда вот да даю рязани хотя вот тут вроде ничего только что от районе усть-катава было никс год нормально сейчас за день тут все тут превратится в асфальт с водичкой здесь можно обгонять или нет наверное не рекомендуется ты не обгонишь особо уходит на подъеме легче нас все побелело так когда ехал сюда тут на такой же снежочек был такой весенний уже такой некрасивый сейчас опять все повелело зима вернулась как она уже надоело если честно сил просто нет в этом году она тут дала стране угля чем ни одной стране пусть катаски перекресток родина трамваев как родина здесь трамвай я не знаю сейчас собирают не собирают бегает где-то усть катаски или нет но раньше здесь трава и собирали там вроде как ничего впереди он походу общей и солнышко проглядывает во всяком случае светло на небе это было не солнышко это были теплиц и начал да я думал солнце впереди выглядывает нечесть и хотя по идее идем на запад солнце должно быть сзади только сейчас дошло тупанул согласен это же этот тепличный комплекс здесь такой огромный современный новый доклад номер пять завершающий 2 часа 53 минуты от чебуркуля вот до сима сим трости это там этот юрязанский подъем отнял времени обогнать было невозможно там за тонарчиком прилипли снежочек сыпет маленький минус 2 все что нам осталось сейчас вот с этой горы спуститься его на ту гору подняться все можно считать что уральский хребет взят да не можно считать а он взят дальше все в основном на спуск поедем к жорику шашлычка завалим кто с утра просто пустого кофе попил что-то не хотелось ничего есть сейчас уже как бы подсасывает поэтому сделаем все полноценно уже завтра который нужно съесть самому завтра съешь сам обед поделись другом а ужинутой врагу где-то я такое слышал а у нас обычно наоборот получается как все побелело красиво последние взбрыки зимние в общем нормально все правильно вчера так сделали что стали не мучились ночью выспались и сегодня можно сказать налегке проскочили ну основные горы тут еще еще не до конца еще сколько тут еще километров 50-60 наверное еще так будет там в основном на спуск но это уже хребет взят все вперед дальше пашкирия скоро начнется и дальше по накатанной ух ты елки-палки это наверное вот не вчера игр про эту аварию говорил да вот это сужение тут два два грузовика по-моему в этом все а второй там в больницу попал с ихней башнефт логистика что-то вот с этой контура по-моему это их не скамейка грузовика не было и стояло вчера да игорь говорил что вот вчера произошло вот здесь именно на этом ремонте так ну у нас тут какой-то бригадир очередной появился ездим 30-40 на аварийках идет впереди вообще что-то останавливаемся совсем не едем все становимся почему бригадир так сказал чудо дни ям ничего нету чего не едем то сзади он какая колейка тут не обгонишь ремонт тут обгоны запрещены так вот все и ползут ездят ну вроде ехал чаши ты перестал на совсем потеплело уже 0 вроде быстро ехали я уже не еду я не пойму или она кто летит ехать блядь гололед блядь емал где тут гололед тут нет никакого гололеда или вы блядь дома на печках блядь без комментариев ну собрал он конечно за собой колейку ой 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 машин 10 наверно впереди а сзади так я даже не знаю сколько их там уже хвост до сима наверно если не до юриза не поехал вроде хоть 60 на том спасибо мне тут до жорика потерпеть если там будет конечно возможность ехать посмотрим должна быть по идее суббота суббота кстати работают расчищают разгребают скорее бы уже сделали вообще бы весь урал если был четырехполосный то и голова бы не болела вообще по этому поводу как сказал один мой коллега что там говорит того урала так говорит кассель какой-то две горы внутри он вот и назад и назад длинный состав опять останавливаемся вот так вот даже река и будет учет и останавливаешься не понимаю вообще остановился ехали-ехали взяли до 20 скорость бросили как специально ну тут впереди там объезд у тогда объезда еще метров 300-400 мне ваш тормозов нет заранее тормозит он уже вот здесь вот вставал потом поехал сейчас опять 50 ездим понятки какие-то короче такие попадают такие рам чё там у него случилось непонятно но если б не ехал одно дело не ехал бы но он же вроде едет потом не ездит что там происходит молчит не отзывается один уже он пошел коллега не выдержал пошел на обгон а тут уже как бы разрешен так что с детского сада взяли кого все опять остановились Вообще остановились Ну что, он вообще стал, что ли? А-а-а, все Вообще стал Мальчишки-бальчишка, говорит, какой-то Мальчишки-бальчишка идет, врачи-бальчишки Все, поехали завтракать Вот она, Стелла Аша А что ты так летел на этой ИКИ Вот так газовал, тут чуть кувит не ушел И все И перестал ехать, видите Задумался, что ли? Бывает Вот я думаю, наверное, нам вот здесь надо съехать Смотрите, здесь вроде как площадка почищена Вот здесь, а вот там дальше Чтоб налево туда не крутить Надеюсь, что мы должны будем выехать еду Хотя, как-то так Стремноватенько все-таки, наверное Нет, поехали туда Не нравится мне здесь Я потом отсюда хрен выеду Здесь по-любому пойдет Сейчас вот как раз Жорик ваш слева Как раз вот так встанем И потом поедем прямо Эх, надо было подблю, конечно, залить Отблю с правой стороны Ладно, зальем Правее взяться туда А то он вот так прямой и выйдет Кто там вот за дороги начнешь это одну заливать, так и это Пока зальешь, весь чумазый останешься Ну все, пошли Кушать Ох, три часа Тридцать минут сюда получилось Сказать, что поел, это значит ничего не сказать Я бежу спать, бля Чуть ноги переставляю Аж, знаете, с голодухи Как хочется Опа, машина грязная, грязная Хорошо, что не мыли там Фух С голодухи такое ощущение, что как будто слона съешь Что тут творят такое? По сигнале Тотарь он 80 не едет, под хонгой ездит-то Торопишься, что ли, сырно? Да, тороплюсь А вас что в Татарии так хочет ездить перед машинами в лозер? А ты вот здесь медленно должен, знаешь, машина здесь выезжает А я что, без смотря, там никого на это выехал А ты гоняешь прям Вот Короче, недорассказал Но думаю А Дима, что с Грязь все время играет Борщ беру и шашлык Возьму борщ Шашлык Там еще пирог такой вкусно лежал Пирог с чайком И салат с капустой Принесли борщ Съевший борщ Я уже понял, что шашлыка я уже не хочу Но его мы еще кое-как вдавили Потому что он вкусный Очень вкусный Вообще кормят, я не знаю Мне очень нравится С салатом Пирог думал с собой забрать Потом думаю, не Короче, как ехать, не знаю Ехать-то надо Я сейчас уже спать был По идее, можно завалиться В принципе, пару часиков поспать Самое страшное Не страшное, а именно Такой стрёмный участок мы прошли Дальше уже будет В любом случае тут Должно быть поспокойнее Сейчас пойдет широкая скорость Сейчас спустимся До Уфы, Уфа За Уфу Там дальше Мы по пятерке пойдем По семерке не поедем Пойдем по М5 Субтитры сделал DimaTorzok